Африку на служение, и говорит, я думал, что у нас прославление активное, я думал, что я такой вообще активный, и говорит, ну, что творилось там, я понял, что я просто как дуб стоял. Прославление длится 30 минут, 40 минут, час, говорит, ну, я уже устал, я вообще, говорит, прославитель, поклонник, два часа. В общем, африканская нация очень любит славить Господа, и наша церковь тоже любит славить Господа. Аминь. У нас время для свидетельств, поэтому, пожалуйста, у кого есть свидетельства, пока дети собираются, да, можете. Я вообще поняла, что свидетельствуют у нас на домашках, кто ходит на домашки, они между собой свидетельствуют, да, но, пожалуйста, вы хорошее свидетельство приберегайте для воскресения тоже. Добрый день, церковь. Я хочу посвидетельствовать о том, как я применяю наши библейские уроки. Добрый день, церкви, с кондес свидетельствуем, как? На практике используем уроки от библейской танишколы. Да, у нас были занятия, занятия были по исцелению. Имах мы занимание по исцелению. И я обнаружила у себя такой узелочек. И я забыла за их присоединить один вызов. В таком пикантном месте. В одно пикантное место. И я сразу решила помолиться. Веднага реших да се помоле. Потом почему-то я пошла посмотреть в интернете, что это может быть за узелки. Ну, после поглядных в интернет, как во и това. Потом решила еще больше помолиться. Если товарищи хочешь, ты поэчи да се помоле. И я просто пальцами накладывала руки. Просто, спросите, ты в флагах, прости на твое место. И именем Иисуса приказывала рассосаться. И в имя твое место на Иисус приказывала твое да се исчезни. А внутри у меня был вопрос Богу. И вы тримах вопрос к Богу. Откуда этот узелок? Откакво твое вызовучи. И Господь мне показал мой календарь. И Бог мне показал мой календарь. Что две недели назад я делала растяжку. Че преди две седмицы се растягах. И Иисус, я провозглашаю наш самый лучший врач. И Иисус Христос е най-добрия лекарь. Только Его диагнозы я принимаю. Саму неговите диагнози приемам. И Он ответил, что это из-за растяжки. И то имен отговорит, что вай заради растяганета. Да, что я так видно усердствовала. Че толкова преусердствах. Что получила такой узелок синего цвета. Я сначала даже подумала, что это лимфоузлы воспалились. И я молилась, наверное, минут 15. Кучила музыку. Саша заходит, говорит, ты что делаешь? Я говорю, не мешай, Иисус сделает операцию. Я реально воспринимала, что прям Иисус вот все рассасывает, рассасывает. Ну, я подумала, что я утром проснусь, ничего не будет. Я проснулась утром. Узелочек мне показался поменьше. А может, я так сильно хотела этого? Ну, слава Богу, что через три дня он реально стал самым меньше. Ну, слава на Бога, что если три дни, то и наистина, сей намолил. И я верю, что вот такая неотступная молитва, которая постоянно прокручивает Слово Божье, тет-тет с Иисусом Христом, когато нас сами говоришь с Иисус Христос, это воля Божья для нас. Твоя Божья – это воля за нас. Потому что все должно быть по нашей вере, за что-то всичко требует быть по нашей вере, по неотступности, по неотступности, еще раз по вере. И я верю, что даже какие-то болячки, вяром, что некакви заболевания, какие-то там наросты, можно просто провозгласить «пошел вон», «сохни», «рассосись», «махайся оттук», «исчезни» и «донеси сомняв моего втоваку указанной». Слава Господу. Спасибо за ваши уроки. Давайте.